Золотая шайба будет на этих выходных. Идем, не идем, освещаем, не освещаем. Каждый рабочий день в газете «Приазовские степи» начинается с планерки. Не уступают традициям даже в свой профессиональный праздник. Обсудить вышедший номер и сверстать следующий – так было всегда, вот уже почти сто лет. С 1917 года газета 9 раз меняла название, бывало, даже выходила на украинском языке. Но принципы работы, объективность и достоверность остались прежними. О том, что напечатанные статьи, заменят телевизионные сюжеты или новости из интернета, редакцию пугали не раз. А газета наоборот – все крепнет и открывает новые рубрики. О том, что умрет печатное слово, говорится уже очень-очень давно. А мы все живем, живем, здравствуем и здравствуем. И никуда не собираемся, поверьте. Так, день за днем историю родного края пишут 600 газет и журналов. Их руководители, авторы и фотографы собрались сегодня вместе. Все сходятся во мнении – жизнь печатных изданий не закончится. В недалеком будущем газета окажется в руках у наиболее продвинутой части общества, у людей, которые готовы думать и делать выводы, которые интересуются чем-то не просто так, а, ну, как скажем, хотят мыслить и хотят сами участвовать в жизни общества. В жесткой конкуренции с телевидением и интернетом газеты не теряют свою аудиторию, ищут новые формы, меняют подачу информации. На встрече с журналистами Вениамин Кондратьев предостерегает – в погоне за сенсациями нужно помнить о достоверности. Общество и журналистика – они неразрывны. Народ, он требует правду, он требует осведомленность, он требует информацию, которая позволит ему ощущать себя, по крайней мере, в активной фазе жизни. Достоверность и беспристрастность – вот это тот критерий, который сегодня необходим обществу. Порой сложно унять собственные амбиции, собственное мнение, собственную позицию ради достоверности и беспристрастности. Но на это есть тот журналист, который может это сделать, настоящий журналист. Любую утку, как у вас говорят, запустить очень легко, а поймать ее очень сложно. Поэтому информация, которая выходит на страницах газет или вообще в целом средств массовой информации, конечно, должна быть проверенной, конечно, должна быть объективной. Написать неправду даже ради тиражей кубанские журналисты не готовы. Корреспонденты и репортеры всегда в эпицентре событий, среди людей, и куда важнее собственная репутация. Мы близко к людям, нас все знают, поэтому уже тут лукавить никак не получится. Люди знают нас уже десятки лет, видят фотографии своих внуков, детей, своих знакомых каких-то. Журналистам сегодня действительно доверяют. Впервые за пять лет краевые издания увеличили тираж. В регионе сегодня 320 тысяч подписчиков. Самое главное, что удалось нам сохранить на Кубани, это, безусловно, настоящий журналистский такой дух, можно сказать. Мы с вами в условиях прошлого тяжелого финансового года достигли серьезнейших результатов, и по подписке мы уже сейчас видим прирост. И в целом и по телесмотрению, если отдельно говорить, это значит, что то, о чем говорил Вениамин Иванович, уровень доверия людей к информации, которую мы с вами производим и выпускаем, значит, уровень доверия конкретно каждому изданию, каждому средству массовой информации растет. Это ваша личная заслуга. От журналистов сегодня зависит и имидж Кубанища, читает Вениамин Кондратьев. Главное оружие корреспондента – слово отзывается далеко за пределами края. А значит, каждый должен помнить об ответственности за сказанное и написанное. Журналист – он первый помощник власти. И если на самом деле правильный журналист, если это человек по призванию там, вот с этим пером, то он помогает власти видеть проблемы и проблематику на стадии, когда они появляются. Поэтому я за то, чтобы в принципе внести определенные изменения об законодательстве, но это уже федерального уровня, где расширить компетенцию и полномочия журналиста, в то же время повысить и ответственность журналиста за ту объективность, правдивость и достоверность информации, которую он выдает в эфир, если так сказать. Но это необходимо делать. В этом случае, на самом деле, общество будет еще более гармонизировано, оно будет более сбалансировано и более понятно и прозрачно и для власти, и для самих жителей. Так, словом, вот уже много лет Кубань прославляют мэтры нашей журналистики. Благодаря Виктору Лихоносову Краснодар стал маленьким Парижем, а Иван Лотышев рассказал о крае в 17 книгах. И останавливаться на этом не собирается, ведь, как сам признался, знает секреты долголетия и с ними с удовольствием делится. Эта книжка уникальна. По советам и рекомендациям этой книги я живу вот в 96-й год, активное участие в общественной жизни. Моя просьба – внимательно почитайте эти уникальные книги. Труды журналистов не остаются незамеченными. Тех, кто отдают свою жизнь профессии, глава края отметил наградами. Почетное звание заслуженных журналистов Кубани получили корреспонденты газет из Каневского и Калининского районов. Благодарности и почетные грамоты из рук губернатора, редакторам и фотографам. На самом деле, сегодня вы одни из тех, кто формирует, я уже говорил, общественное мнение и самосознание. Поэтому вы должны быть оценены здесь по достоинству. Общество, понятно, оно у нас разное, но это наше общество, наши люди, наши жители. Нас никогда не будут судить, если мы сможем на самом деле сегодня сохранить вот эту вот социальную стабильность, экономическую стабильность. Дух вашей единой семьи, на самом деле, это очень важно. Сегодня Кубань красавец. Благодаря нам, я уверен, она будет еще краше. И экономически сильнее. И я хочу сказать вам, еще раз вам за это спасибо, за то, что вы сегодня делаете. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Игорь Хашобин, Кубань, 24, Краснодар.